Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Анелли, и сейчас я хочу сделать вместе с вами вот такой макияж. Я на самом деле тут сидела и думала, какую палетку взять, что мне сегодня делать, но решила последовать каким-то моим собственным желаниям, что мне хотелось бы сегодня на себе увидеть, и взяла я палетку Kaleidos. Палетка называется Flower Punk. Она, по-моему, еще не появлялась на моем YouTube-канале, но точно была в моем Инстаграме. От Kaleidos у меня также есть несколько других палеток. На YouTube-канале выходило видео про палетки Club Nebula и Escape Pod. Ссылку оставлю внизу в описании, там несколько макияжей было. Сегодня будет вот эта красавица. Так она выглядит внутри, так она своеобразно открывается, но это на самом деле удобно. Можно использовать просто зеркало, а палетку положить перед собой. Я планирую использовать эту часть палетки, но что именно делать буду, я еще не знаю. Вам-то макияж уже показала, а я сейчас буду только придумывать. Поехали! Начну я с базы под тени от Анастасии Beverly Hills. Итак, я нанесла базу под тени, у меня продолжают шелушиться веки. Спасибо каплям в глаза, которые я закапываю каждый вечер. Мои глаза от них в шоке и ужасе. Я беру карандаш. Это карандаш от Провок. Я не пробовала, мне интересно это сделать, интересно попробовать. Слышала много хорошего. Оттенок 83. Это темно-коричневый, такой достаточно прохладный оттенок, по крайней мере мне так показалось. Давайте я вам тоже покажу. Видите, он такой коричневый, темный и холодный. Не рыжит. Это намного темнее, чем те тени, которые я буду сегодня использовать. Но мне просто хочется очень попробовать этот карандаш, поэтому я взялась за него. Ладно, палетку вам лишний раз показала. По-моему, она красавица. Поехали! Я нанесу карандаш, угадайте куда, на нижнее веко, на внешнюю часть верхнего века и растушую. Посмотрим, как он себя ведет. Ну, он прям очень темный. Я думала, что он растушевывается будет в что-то более светлое, но... Допустим, так. Пока мне не особо нравится, как растушевывается этот карандаш. Как-то туговато. Он гелевый, достаточно быстро застывает, но, если вы заметили, я сначала нанесла, например, снизу, растушевала, потом переключилась на верхнее веко. То есть, я наношу и сразу же тушую. Тушуется он так себе, но я подозреваю, что он будет стойкий. То есть, он застывает. Ну, в общем, то, как обычно ведут себя гелевые карандаши. Но тушеваться он мог бы и получше. Я возьму теперь вот этот оттенок хаки и буду проходиться поверх того, как я думала, коричневого, холодного. Но, как вы можете заметить, карандаш оказался очень темным. И вот, что имею, то имею. То вот у меня и есть сейчас на веках. Я думала, что это будет коричневый, холодный. А ведь, получился почти черный. Я беру вот этот зелененький на плоскую кисть и буду наносить там, где я растушевала этот карандаш. Не, карандаш мне не нравится, ребят. Там какие-то проплешины, трещины. В растушеванном карандаше появились трещины. Это вообще как? Я, конечно, понимаю, что у меня веки достаточно сухие сейчас. И за капель в глаза они шелушатся. Ну, вот я уже как-то рассказывала. Ну, не знаю даже. Не знаю. В дело идет карандаш от NYX в оливковом оттенке, который называется Golden Olive. На самом деле, мне не то, чтобы нужен был сегодня карандаш. Мне просто хотелось попробовать эти карандаши ProVogue. Попробовала. Пока не нравится. По поводу теней Calides я могу сказать, что у меня с ними такая техника, такой к ним подход, что я наношу их плоской кистью для интенсивности цвета, а потом уже только края аккуратно подтушевываю. В целом работаю с ними как с пигментами. Мне хочется вверх растушевать чем-нибудь светлым, но не теми оттенками, которые есть здесь. Они слишком яркие, мне хочется что-нибудь светлое, бледное, матовое. Сейчас я посмотрю по сторонам и найду что-нибудь, что у меня есть под рукой. Итак, у меня сейчас только один оттенок на глазах, это тот зеленый, вот этот самый зеленый из этой палетки, вот он сверху. И да, это палетка мини-голд. Я стала думать, чем мне растушевать, смотреть, что у меня есть со светлым матовым, подошел бы какой-нибудь молочный, песочный или около того, но светленький. И вот этот я взяла, может быть, даже чуть темнее, чем я ожидала, чем я планировала, но я знаю, что оливковые оттени, оливковые оттенки отлично растушевываются этим. Ну, собственно, это и буду делать. Песочный оттенок из палетки Наташа Денона мини-голд, пригодятся мне сегодня. Ну, вот приблизительно как-то так. Растушевывать и вот этими оттенками в теории можно, я говорю вот о чем-нибудь таком, но макияж будет сразу намного ярче. А когда я его растушевываю подобным песочным оттенком, он становится более приглушенным. Ну, и кто-то бы сказал более носибельным. Ну, и теперь я буду использовать эти два как раз оттенка из палетки, тот, который потемнее сначала, а затем ближе к внутреннему уголку, тот, который уже скорее даже неоновый. Какие-то голубые тени оставили стейн у меня на кисти, она чистая, но голубенькая. Так, поехали. Обязательно стряхиваю с кисти. Это был горчичный, и теперь оттенок, которым взорвается хлорофилл. И каждый раз, когда я читаю, мне хочется прочитать Чернобыль. У меня получается макияж буквально в цвет моих глаз. И если бы можно было бы отмотать, то я бы не стала использовать этот карандаш сегодня, потому что у меня есть некие неравномерности цвета на нижнем веке из-за карандаша. Теперь я хочу взять вот этот шиммер, такой красивый, золотистый. Маленькой кисточкой, на которой я сбрызну сеттинг-спрей, я нанесу с внутреннего уголка нижнего века. Малюсенькой, прям вот малюсенькой кисточкой я нанесу и наверх уголок. Вот прям совсем чуть-чуть. Это вновь карандаш от NYX. Ну, края я вроде поправила, теперь нанесу тушь и вернусь к вам. Все готово. Я поменяла помаду, нанесла тушь и также добавила черный карандаш в верхнюю межресничку. Чуть-чуть надо было мне его там добавить, не хватало. Я сделала фотографии, показывала макияж вам. Я люблю подобные оттенки и макияж, который у меня получился, мне в очередной раз тоже нравится. Хотя, наверное, это редкое явление, когда мне не нравится макияж, который я сделала. Я его просто обычно не заканчиваю, если он мне не нравится, а меняю, видоизменяю, что-нибудь там добавляю и убавляю, чтобы остановиться на том результате, который мне по душе. Вот сейчас мне нравится, что у меня получилось. Палеткой я довольна, я ей пользуюсь не первый раз, просто первый раз она появляется на моем YouTube-канале. До этого она уже появлялась в Instagram, и она у меня давно. Здесь матовые, наверное, ведут себя как пигменты, и в целом это похоже на все другие палетки бренда. Я с ними работаю следующим образом. Я набиваю плоской кистью и потом подтушевываю края, и таким образом у меня нет никаких проблем с палетками Kaleidos. Что касается шиммеров, то, наверное, да, можно назвать их топерами. Они красиво блестят и переливаются, мне такое нравится, их можно посадить поплотнее на клей для глиттера или влажную кисть, или какую-нибудь подложку, но мне они нравятся и как топеры. Ну, это так, говорю об этой палетке в целом. Кроме этой палетки Kaleidos я еще использовала, где она у меня, палетку Mini Gold от Наташи Денона, но я использовала отсюда всего один оттенок, вот этот песочный. Я бы могла использовать и что-то другое, но мне она просто попалась под руку, а этот песочный создан для того, чтобы растушевывать оттенки хаки и оливковый. Вы можете использовать для тушевки такого оттенка, мне кажется, или какие-нибудь песочные, молочные, бежевые, ну, все-все вот такое. Просто мне попалась эта палетка первой под руку. Этими тоже можно растушевывать, я уже говорила об этом, но макияж бы получился намного более ярким, а так приглушенные края все это дело смягчают. Единственное, что мне не очень понравилось в сегодняшнем макияже, это то, как вел себя карандаш, с которого я начала, вот он, 83 оттенок, карандаша ProVogue, я не знаю, как правильно произносится название этого бренда. Мне не понравилось, как он растушевывается, но это на любителя, мне вот не нравится, как растушевываются карандаши Alien, и, по-моему, они растушевываются похожим образом. Хотя я знаю, что у карандашей Alien много любителей, и многим как раз наоборот нравятся они в тушевке, мне нет, ну и вот ProVogue туда же. Но посмотрим, я еще попробую другие оттенки, может быть, изменю какие-то мои мысли по этому поводу. На этом, наверное, все, спасибо вам большое за то, что посмотрели это видео, за то, что провели со мной время. Если вам было интересно, если вы узнали что-то новое, ну или вы просто хотите меня поддержать, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что внизу есть ссылка на мой инстаграм, и там каждый день появляются новые макияжи. Пока-пока! Сегодня вам передают привет, Мося. Моу-мой-ка. Девушка. Буп-буп-буп-буп-буп. Мой самый сладкий мальчик, самый ласковый, мой малыш. Наблюдайте за происходящим на улице. Передайте поедите. Привет. Сегодня мой. Кусенька, кусенька. Девушка. Продолжение следует...